20-летние поиски национальной идеи на самом деле довольно успешные. Можно легко понять и даже прогнозировать, если учитывать, что национальная идея в России есть и какова она. Я вечно услышал полное абсолютное изложение национальной идеи России от одного ОМОНовца, который во время русского марша отгонял от колонны какого-то старика, который пытался к ней присоединиться. Старик спрашивал, сынок, ну что ж ты меня так? На что ОМОНовец ему прорычал в лицо? «Дома надо сидеть, старый пень, дома надо сидеть!» Эти слова являются российской национальной идеей. Она отбрежена к русским и, собственно говоря, утверждают ровно одно – «дома надо сидеть». Все варианты национальной идеи, которые у нас предлагают, это разного рода объяснения того, почему русским нужно сидеть дома и терпеть то, что происходит. Никакой иной национальной идеи у нас не ищут, а вот эту идею, чем бы еще объяснить людям, что нужно дома сидеть, это ищут очень интенсивно, особенно в последнее время, когда у людей появилась отвратительная привычка шастать то на болотную, то на манежную, то вот, понимаете ли, просто на улицу в какой-то там овощебазе. Людям как-то дома не сидеться, нужно что-то еще вкрутить им в голову, чтобы они еще посидели дома. Эту идею ищут, на это дело выделяются реальные деньги, лучшие умы России думают над тем, каким бы образом еще приклеить людей к дому родному, чтобы они сидели там и носу не высовывали бы на улицу. Но в основном это достигается либо прямым террором со стороны, например, правоохранительных органов или криминальных диаспор, либо, скажем так, включением телевизора. Ничего лучше пока национальная идея не проводит.